Всем привет! Сегодня у нас обычный мукбанг, но тема просто до слез, ну по крайней мере до моих, которые уже были пролиты. Короче, тема у нас сегодня это экстремальные подарки. У меня сегодня пельмешки, здесь оливье с копченой колбасой, обычно я не люблю овощи, и к пельменям здесь сметана, а здесь домашний хренадер. Вот, значит, тема подарков. У нас с мужем был один год такой, мы дарили друг другу подарки, знаете, проверяя друг друга на прочность. Ну то есть, это, знаете, блядь, как игра на выживание. То есть, если выживешь, то все будет замечательно. Переходим на новый уровень, живем дальше. Ну, как бы, если нет, то нет. У меня у мужа день рождения в январе, у меня в марте. И, значит, я мужу подарила полет в аэротрубе. Значит, я ему дарила пять минут. Там две с половиной минуты летаешь, потом тебе дают перерыв. Ты, ну, как бы, отдыхаешь, приходишь в себя, и потом еще на две с половиной минуты. У меня муж отлетал две с половиной минуты. Все, всех поблагодарил. И от продолжения отказался. Короче, смысл в том, что, когда ты летаешь в этой аэротрубе, чтобы лежать на вот этой, ну, воздушной, да, короче, поверхности, чтобы воздух тебя держал, все мышцы должны быть просто в адском напряжении. Если у тебя мышцы будут расслаблены, ты просто не будешь держаться. Короче, он отлетал две с половиной минуты. На следующий день не мог встать. Просто потому, что у него все тело настолько болело, что было больно шевелиться. Ну, и, в общем-то, его месть не заставила себя ждать. В марте уже день рождения у меня. А я в детстве, я была маленькая, меня бабушка с дедушкой возили в Севастополь. Я там плавала с дельфинами. То есть, в открытом море, там такие небольшие, как ограждения. Ты туда к дельфинам спускаешься, берешься за плавники, они тебя катают. В общем-то, все это мило, безобидно, круто, классно и приятно. Но мой муж пошел дальше. Что нам это плавание обычное с дельфинами? Я вам сейчас покажу подарок, который он мне подарил. И, возможно, вы от просмотра испытаете удовольствие, релакс, я не знаю, да, что-то такое. Вы сейчас посмотрите, а я потом расскажу вам, как оно на самом деле было. Поняли, да? Муж мне подарил дайвинг. Дайвинг с дельфинами. Все, я когда узнал, я думала, вот это да, вот это круто. Все, мы, значит, приехали. Дайвинг у меня был в парке Ривьера. Там дельфинари. И там же они предоставляют все вот эти вот услуги. Все, мы приехали. Первый – это инструктаж. Инструктор мне сказал, что полчаса у нас будет занимать все погружение. Десять минут будут тренировочные. Это то есть там, где мелко. Ты садишься, пробуешь, дышишь. Через эту трубку привыкаешь, все там адаптируешься. А потом спускаемся на то ли три, то ли три с половиной метра вглубь бассейна. И там уже, типа, происходит вот эта вся феерия общения с дельфинами. Показал мне знаки, что там, типа, вверх палец – это всплываешь. Ок – это значит ок. Ну и там, короче, что-то было еще. Сейчас я уже не помню. Вот. Значит, все он меня проинструктировал. Мы заходим в бассейн, и я вижу, что в бассейне два дельфина и две белухи. То есть это вот эта махина по несколько тонн каждая. Но они такие все классные, они все такие улыбахи. И пока он там, значит, приносил баллон, короче, с кислородом, я их там погладила, все, они все такие милые, такие чудесные. Я думаю, вот это халява, заплатили только за дельфинов, а тут еще на те две белухи вдобавок, думаю, ну вообще, фантастика. Все, значит, возвращается он со своими баллонами кислородными. Мы, короче, одеваемся, спускаемся в бассейн. И получается, бассейн идет, ну, глубина где-то, может, мне чуть выше пояса. Все, а дальше такой покатый спуск, то есть и ты плавно опускаешься на там вот 3-3,5 метра. Все, мы, значит, вот стоим там, где мелко. Он мне уже все тут одел. И говорит, сейчас я тоже маску надену. Типа мы с тобой здесь, ну, поприседаем, да, другое, чтобы ты попробовала подышать. Как это, что это? Ну, пока он надевался, я думаю, блин, что буду ждать? Я присела, подышала, охренела, потому что это очень тяжело. Как бы, ну, терпимо. Думаю, ну ладно, пойдет. Все, он, значит, поворачивается, смотрит, что я уже там сама все это опробовала и погрузилась. Он говорит, слушай, да давай тогда, что, ты, говорит, присела, нормально дышишь, дышишь. Ну и давай тогда погружаться, чем мы будем время тратить? На какую-то адаптацию. Думаю, ну ладно. Короче, он говорит, сейчас медленно спускаемся. И ты медленно присаживаешься на колени. Все, ты садишься, как тебе удобно. А потом, типа, они сами уже будут к тебе подплывать, можно трогать, гладить и все прочее. Ладно. Мы начинаем спускаться. Я начинаю присаживаться на колени и вижу, как на меня на таран просто прет вот эта огромная белуха. У меня начинается паника. Короче, надо было присесть на колени плавно. Эта белуха поставила меня на колени за одну секунду, а потом еще опустила меня на самое дно. Короче, она на таран, на меня плыла. А как я стояла на коленях, я просто, мне пришлось вот так вот лечь на спину. И она проплыла в нескольких миллиметрах надо мной. Пока она проплывала надо мной, у меня проплывала вся жизнь перед глазами. И я просто поняла, что я не могу дышать. То есть вот эта паника настолько меня охватила, и так тяжело через эту трубку. Когда начинается паника, это невозможно. Я поняла, что я задыхаюсь. Я этому показываю. Всплываем. Он мне машет. Нет. Я думаю, какое нет. Короче, я начала всплывать. И вижу, что эта улыбаха опять в мою сторону плывет. Я думаю, блядь, на рыжевой она меня отсюда не отпустит. Я всплываю. Всплывает инструктор. И говорит мне, ты что делаешь? Ты зачем всплыла? Типа, это вредно. Вот эти резкие перепады. Давление. А я трубку вот эту вытащила, а дышать все равно не могу. То есть у меня от ужаса, от паники перехватило дыхание. Я понимаю, что у меня трясутся. И у меня все тряслось. У меня прям колотило. Просто колотило нереально. И я не могу дышать. У меня текут слезы. То есть мне настолько плохо. То есть я испугалась. Просто я думала, что я реально умру там просто. Что вот она мне придавит. Я не могу ни вздохнуть, ни выбраться из-под нее. Ничего. Все. И дышать трудно. Я говорю, вы знаете, большое спасибо. Я больше не буду погружаться. Я говорю, если можно. У меня вот один кружочек с дельфинчиком. Я говорю, вот мне за глаза. Я говорю, естественно, ничего нам не надо возвращать. Ни деньги, ничего. Я говорю, но я больше туда не вернусь. Он говорит, успокойся. Расслабьтесь, не переживайте. И попогнали обратно. Я говорю, не-не-не-не-не. Короче, он меня все равно уговорил. Он меня уговорил. И мы уже за ручку с ним погрузились снова. Он дождался. Пока я там удобно усядусь. И все. И после этого, да. Начали подплывать дельфины. Ну, вы видели, то есть их можно погладить. Проплывали когда белухи. То есть страх меня все равно не покидал. И когда начинала подплывать белуха, все, меня начинало подтряхивать. Я боялась, что она опять сейчас меня куда-нибудь прижмет. Ну, короче, вот я за эти полчаса испытала сначала дикий ужас, которого никогда в своей жизни не испытывала. А потом дикий восторг от того, как вот они плавают, как ты их можешь погладить, потрогать. Но я все равно, видимо, от вот этого потрясения, от этих нервов, я побоялась даже брать за плавник, допустим, дельфина, чтобы он меня маленько там под водой прокатил. Ну, но все-таки удалось вот это погружение, потому что я уже все, когда вот она надо мной проплывала, я думала, ну надо же, какая романтичная ситуация. Она умерла в день своего же рождения. Думаю, е-мое, все равно все хорошо закончилось, да, были потом суперские вообще непередаваемые эмоции. Но меня трясло, меня колотило прям до самой ночи. Вот пока я спать не легла, мы уехали, у меня всю дорогу трясло. Меня дома, меня весь вечер колотило, я не могла где-то вот успокоиться. То есть настолько это было страшно для меня, но это вот нельзя. Я всегда боялась либо, короче, сгореть заживо, либо утонуть. То есть если у меня там собьет машина, я заболею какой-нибудь болезнью, вот это меня не особо пугало. А утонуть еще и под белухой, так это вообще караул просто. Короче, вот так мы с мужем развлекаемся. Время от времени даря друг другу экзотические подарки. А тетя моя нам с мужем один раз подарила полет на парашюте. В плане на море, над морем. То есть когда тебя с лодки поднимают на парашюте и над морем катают. Все, нас сели в эту лодку, отплыли нас там, привязали, подняли. Поначалу-то оно было нормально, не страшно, прикольно. А потом, когда мы набрали максимальную высоту, все, меня парализовало. Мне просто, я вцепилась, ну, вот эти, два троса руками, так, что я не могла потом, когда на лодку вернулась, я не могла руки разжать. Настолько сильно я вцепилась, у меня руки затеклись, закаменели. Я посмотрела вниз, когда, блядь, я вспомнила всех морских животных, которые существуют и которых не существуют, я их тоже вспомнила. Я увидела там всех внизу, динозавров, акул, кто там только может быть, все. И я уже представляла, короче, как они выпрыгивают из воды, меня сжирают. Типа, как я падаюсь и разбиваюсь вот эту о морскую гладь. Муж мне говорит, а там дают камеры, ну, селфи-палку, типа, с камерой, чтобы ты можешь снимать себя. Муж, значит, снимает радостно, и он говорит, давай поцелуемся. На камеру. А у меня было такое состояние, я ему говорю, я говорю, со мной не то, чтобы, говорю, целоваться. Я говорю, мне лучше вообще не разговаривать со мной, не прикасаться ко мне. Потому что, ну, все, я была в такой прострации. Короче, я ждала, не могла дождаться, когда все это закончится, когда нас уже опустят вниз. И я почувствовала, что-то под ногами. Блин, тоже настолько было страшно. А потом я еще загуглила, когда уже приземлились. Я загуглила, сколько людей убилось на этих парашютах. Думаю, блин, так нам еще фортануло. Неплохо с мужем. Это вам рассказываю, что-то думаю. Что прям я какое-то ссыкло, да? Ну нет. Нет. Погрузиться повторно погрузилась. Парашюта от страха не спрыгнула. Поэтому нормально. Нормально бывает. Девчонка. Короче, вот такие вот дела. Вот такие вот подарки. Это все. Ягодки, цветочки, украшения. Вон как надо проверять. С тем ли человеком ты сошелся. Можно ли смело шагать с ним по жизни? Вот такими вот проверками. Мы сейчас... Сейчас с Макаром поедем в Адлер. В гости. Не знаю. Муж на работе, поэтому поедем своим ходом на автобусе. Не знаю, во сколько мы туда доберемся. Если погода будет нормальная, еще. Пойдем куда-нибудь гулять. День посидеть. Я вам тоже засниму. Там в Адлере сейчас говорят, ну, набережную в Адлере. Там ремонтируют, реставрируют. Какой-то новое покрытие делают туда, ближе к парку. Ну, сходим, посмотрим, что там. Наремонтировали. Короче, вот такая вот история. Радуйте своих близких оригинальными подарками. Вот. Все, мы побежали. В принципе, я уже наелась. В Адлере продолжу. Все, поэтому спасибо, что смотрели. Всем пока. Спасибо.